пища богов где взять и куда девать что за древесина которая тонет утром хурма вечером хурма в обед хурма давай исключим на бананы перейдем на отечественные фрукты бананы а то скоро форму превращусь опять ты мне эту игру поставила не могу я ее каждый день проклятую есть такая красивая хурма только как бы ее достать нашему папу испытания всегда студенческая закалка должна быть в черногории к японскому яблоку как называют здесь этот фрукт относятся без особого уважения растет он как сорняк а между тем название у этого фрукта у древних греков звучало как пища богов в русский язык слова хурма пришлось фарси где в дословном переводе означает финиковая слива а распространилось дерево вероятнее всего из китая хурма начинает плодоносить в почтенные 50 лет а живет она 500 лет существует только традиционных около 200 видов хурмы ствол мощный он не должен вроде бы никак не рухнуть ничего польза для организма от этого фрукта невероятно для чего только разные народы ее не употребляют например хурма содержит довольно много сахара но при этом не повышает резко сахар в крови имеет невысокий гликемический индекс но растение это в почете не только из-за своих плодов и лечебных качеств оказывается самая ценная самая дорогая древесная порода это древесина растения рода хурма и бен к беновое дерево родственник нашей хурмы растет в африке и юго-восточной азии из древесины его ядра безразличимых годовых колец изготавливают мебель лакшери класса плотность и бена настолько высока что он тонет в воде высокий спрос на древесину этих тропических деревьев стал угрозой для их существования и с 94 года они в красной книге у нас везде куда только не сует и каши и джем и вот пирог сделали с хурмой плодородная черногорская земля спелая хурма должна быть с сухими листочками с сухими коричневыми листочками способов употреблять в пищу хурму несметное множество и сушат ее и делают варенье вот такие прожилки если на хурме появились значит она собрана вовремя значит она поспела замораживают и даже есть практика использовать обжаренные измельченные семена хурмы как заменитель кофе так поступали во времена гражданской войны в сша у нас много очень хурмы но к сожалению нам нужно уезжать и хранить ее негде и съесть мы столько тоже не можем поэтому сейчас мы делаем 5 минутку я такой вкусный и спелый без вяжущего привкуса хурмы никогда еще не ела магазинах центральной полосы россии доводилось покупать как теперь понимаю незрелую